Ватсон, Ватсон, что это такое? Шерлок, возможно, вы слишком много курите вашу трубку. Ватсон, знаете что? Идите-ка вы в пепельный каньон. Ну, здравствуйте, ребятушки и девчатушки. Я рад вас приветствовать на своём канале Жук Муравейники. С вами дядя Саша Великий Ужасный. И действительно, предложил Шерлок Ватсону сходить в пепельный каньон. А мы, пожалуй, прислушаемся к его этому предложению и пойдём в пепельный каньон. А делать мы это будем на нашей любимой ветке выживания под названием Азы Выживания. Вот они, они. Азы Выживания Рейтинг Зет. Пока можно Рейтинг Зет убрать. Мы пока просто пойдём. Азы Выживания. ПК. Пепельный каньон. Пойдём в Пепельный каньон. О, принялось. Так, ну чё. Будет, кстати, очень интересно. Потому что прожито здесь 891 день. Будет интересно, чё там в пепельном каньоне находится на 891 дне. Кстати, у нас игра же фиксилась. Да, вон она уже 1.92. Вот мне интересно, они кошки сделали, чтоб чинились или нет? По заявлениям разработчиков я где-то читал, они специально сделали так, чтобы кошки пока не чинились. Типа, решили понаблюдать за происходящим. И посмотреть, насколько будут их юзать. Игроки, игроки будут кожуру снимать при помощи кошки. Или не будут? А чё не будут юзать? Это ясен перец, что мы будем юзать. Особенно те, кто давно в эту игру играет. Я их хер пойму. Чё вы там собрались-то выяснять вообще? Чё это за странное заявление вообще? Мы решили посмотреть. Вы ещё, бляха-муха, посмотрите, будем ли мы новый рюкзак напяривать, который плюс лишний 5 килограмм. А потому что мы его не будем. Блин, да зачем он нам нужен? Мы же хомякизмом-то не страдаем. Так, ладно, хорош возникать. Давай, поехали. Ну да, кошек в сегодняшней серии я точно не дойду. Так, мне тут надо сейчас это, короче, заняться ковкой. И написано, надо жарить медведя. Блин, а где мне этого медведя найти? Что значит жарить? У меня была серия подписана, что надо ковать девайсы и отжаривать медведя. А, медведь вот он, вижу. Всё понял. Всё понял. Чем дед бабку? Да нял. Так, а металлолом у меня сколько при себе? Шесть штук. Это что, ты собрался с шестиметаллоломом себе девайсов наковать? Они как-то не слишком самонадеянные. А может он где-то ещё валяется? Не знаю. Тяжёлый молот вижу. Вот он. А какие девайсы, если собрался выковать? Так, нож. Хреновенький. Ага. Топора нету. Лук есть. Стрелы. Ну, так себе. Лук тоже какой-то. Ну, короче, надо быстренько тут всё сковать, да свалить отсюда. Так, давай поищем. Может тут по... Где вообще металлолом? Где я вообще собирался брать металлолом? Ну, пошли там посмотрим. Может быть, он где-то лежит. У тебя ж тут много контегнигов. А да, контегнигов у меня много. Так, вода. Не пеленые. А ножовочка есть у меня при себе? Слушай, у тебя при себе и ножовочки нет. А где ножовочка? А где бабуля? Пусто, 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 пусто. Так. Пусто, пусто. Слушай, у меня вот тут большие черепахи. Нет, не большие черепахи, а большие шкафы. Большие шкафы. Ага. Контейнер забытых вещей. Трава. Свежие кишки с улыбкой странной. Так. Ну, где-то должен быть металлолом. Найн металлолом. Но есть очень молодой и очень сухой клен. А, есть пять наконечников металлолома. Найн. Хорошо. Так. Есть. Слушай, тут ни ножовки, ни металлолом. Поломанная стрела. Так. Поломанная стрела. Интересное кинцо. Куда делал весь металлолом? О, ножовка. Металлолома нет. Есть четыре наконечника. Так. Погодите. Погодите, Ватсон. Ну, что-то какие-то у меня непонимания происходят. Давай получше поищем. Может, я все-таки как-то плохо... Может, я как-то плохо вижу в последнее время. Где металлический лом? Где мой фунтик? Где моя сказочка? Где мой поросеночек? Да нет нигде металлолома. Это шесть единиц. Так пилить надо. Так пилите, Шура. Пилите. Они золотые, ёперные театры. Вот тут ведро. О, ага. Нужна ножовка. Так, пошли брать ножовку. Хм. Куда я... А, погоди. Может, давай на улицу будем? Может, там металлолом? Тут же вот дверь имеется. Может, на улице металлический лом лежит? Кого? Отдевайся, жарить медведя. А металлолом мне кто сюда принес? Я, видимо, просто забыл про него, да? Ух ты, как здесь красиво. Какая красивая погода на ремонтной площадке. Так, тут у нас пешки сохнут, волки сохнут. Ну, вот дверца есть, ее можно распилюкать. Здесь у нас что? Да нет, тут металлолома никакого, дядь, Саша. Так, я понял. Я понял. Ладно. Ну, пошли. Ну, пошли. Так, тут тоже все пусто. Странно, странно. Куда же делся? Куда? Ну, куда, куда? Нигде, я не знаю. Я просто, наверное, забыл про металлолом. Просто, слушай, давай еще внимательно контейнеры осмотрим. Я же иногда бывает с первого раза ни хрена не вижу. Ну, металлолом же он в ресурсах лежит. Ну, и что тут? Ну, нет ресурсов. Ну, шкура медведячая, шкура лосячая. Тут, что только нету? Ну, металлолома нету. Он опять съесть два сухих и очень молодых клены. А здесь у нас в ресурсах что? Вообще ничего. Ткани, кишки. Кишки, ткани. Здесь тоже ткани, кишки. Опять очень сухой и очень молодой клен. Слушай, а где вообще березы? Мне казалось, я березы притаскивал. А где они есть? А, вот они, сухие березы. Четыре штуки. Так, значит, берем ножовку. Пошли пилить металлические. А, погоди, погоди. Может, сюда сложил? Точно. Ага. Смотри, пусто, пусто, пусто. Не, сюда ты ничего не сложил. Ну, погоди. Пусто, пусто, пусто. Пусто, пусто. Не, не сложил. Значит, березу распилякаем. Распилякаем березу. Так, ни хрена не видно. Давай, зажигай. А то вообще ничего не видать. Не дойдешь ты. Не дойдешь ты до седова. Так, значит, телеги можно пилить? Нет, такие телеги пилить нельзя. Вот полку можно распилить. Интересно, а сюда будет добивать этот? Ну, давайте сначала начнем с ведра. Будет ли сюда добивать свет? Свет. Да, добивает. Так, пошли к горну подойдем. Разберемся, что там по горению. Температура в горниле 47 градусов. Издевательство было. Нам это не подходит. Нам это вообще дело не подходит. Нам нужно, чтобы тут было очень тепло. Очень тепло надо, чтобы было. Нет, я хотел фонарь выбросить. А, да вот же мне-то. Ёд перны театр. Ну, ёд. Слепень бычий ходил мимо. Вот он, металлолом лежит. Да как я его не заметил-то, я не понимаю, а? Ты ж... Ой, я представляю, как вы там кричали и бомбили. Ну, я сожалею. Я действительно его не видел. Да я не помню, уже давно было. Я помню, что я куда-то поскладывал. Ладно, да какого хрена, дядя Саша? Какого хрена ты не увидел металлолом, который тут лежал под твоими, блин? Ай, слепой. Вот слепой. Ну ладно, нашел и уже хорошо. Ну да, нашел хорошо. Очень хорошо. Я куда-то здесь еще кидал. Ходил туда-сюда. Ходил-ходил-ходил, а вот он лежит. Бараж, ты меня поражаешь. Вот ты бараж, ты меня поражаешь-то. Действительно. Вот нет ума и не купишь его. Ну что, ничего не попишешь. Ничего не попишешь. Это печально. Ладно. А почему она так быстро приготовилась? Что, какой-то сверхмаленький кусок был? Что-то я не понял. А, 0,5 кг. Я и думаю, а что это он так мгновенно приготовился? Думаю, как-то это странно. Взял, вот так мгновенно приготовился. А он, оказывается, маленький. Надо, надо нам идти за рюкзаком, за кошками, потому что мне нужно, чтобы у меня были лишние 5 килограмм переносимого веса. Так что пойдем, пойдем в Попельный каньон. Но это через всю карту пиндюрить. Это пиндюрить через всю карту. Я в Оге нахожусь. А мне вон куда. Хо-хо-хо, ты глянь. Пин-пин-пин-пин, куда идти. Ну, с моими успехами находить металлолом, это будет весьма сомнительное предприятие. Предприятие сомнительного успеха. Да? Слушай, ну давай мы тут с тобой поспим, что ли, вот тут вот так вот. Куда мы тут можем этот спальный мешок положить? Потому что пока, пока рано сюда. Давай. Так, спальный мешок 4. Его надо починить. Его надо починить. А, кстати, что там у меня клаустрофобии? Я его вылечил. Я вылечил клаустрофобию свою. Риск, точнее. Да, наверное, да. 9 часов. Так, давай еще одну медвежатину возьмем. Сюда ее положим. Вот так вот, пожалуйста. И еще часик посплю на своем прекрасном спальном мешочке. Ну, а потом можно накидать туда угля. В принципе, забить на экономию дров. А уголь же я сюда тащил, да? У меня что-то угля нет, да? Получается, да, я его сюда пер. Я его сюда пер. Так, это уголь. А медвежатина? А медвежатина? А медвежатина не видать. А вот медвежатина в темноте. Работаем в темноте. 8 часов. Еще час поспим. В принципе, уже персонаж так нормально отдохнувший. Поэтому можно закидать уголька. Ну и, как говорится, айда. Медвежатина. Медвежатина у меня много. Воды надо поставить. 2 литра. Но воды, если ковать топор и нож, она выпарится. Так что... Так что, я не знаю. Может, тогда сначала сделать себе немножко наконечников. А то вода выпарится. И как-то нехорошо получится. Так, уголь. Раз. Уголь. Два. Дрова. Так, сначала кладем дрыну. До 80 градусов. Оно там не разгонится. Сейчас посмотрим. Так, 69. Дрова, вы знаете, больше 80 градусов. Невозможно ничего разогнать. Выше 80 градусов можно разогнать только углем. Вот мы до 80 градусов доразогнали. Но у нас, видите, по времени. По времени получается температура горения. Да давай я еще 2 часа посплю. Давай я 2 часа посплю. Чтобы тем временем не мотать зря. Потому что если я сейчас уголь положу, то получается вот это вот время горения дров будет зря. Потому что уголь просто прибавит температуру, но не прибавит времени. Вот. А нам жалко. Поэтому мы сейчас вот так вот сделаем. Еще 2 часика поспим. Чтобы у нас было много воды. А, все. Пишет. 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 Пишет не настолько я устален. Это мы есть понимает. Тогда мы давай с тобой спальный мешок зачиним. Давай. Давай. Не, давай мы его удочкой. Ай, блин, эти удочки все поломали. А, вот эта удочка хорошая не должна поломаться. Давай удочечкой. Все. Удочечкой сделали. Вода закипать еще пока не думает. Совершенно. Так, мне нужно себе сделать нож, топор и наконечников. Да? Сейчас сделаем. Нужно сделаем. Нужно. Буду топить субмарины. Нужно. Буду бороться с инвляцией. Так, где мой молоток тяжелый? Вот он, мой тяжелый молоток. Что мы сюда положим? Ну, давай мы с тобой сюда положим. А, тут вода еще. Тут вода еще, собственно говоря. Ты ничего туда не положишь. Там вода у тебя еще. Как болезнь растяжения? А почему болезнь? А, потому что я металлолома набрал. Я там ножовка еще. Та-да-да. Понимаю. Та-та-та-та-та. Понимаю я. Ладно. Пора, наверное, в кузнечный город напихать кузнечного угля. 119. Так. 100. 20. 30. Ну, надо, чтобы больше 150 была температура. Тогда мы сможем ковать. Все. Таким образом, температура превысила 150 градусов. В котелке ничего нету. Так. Поэтому приступаем к выковыванию. Вот это выбираем. Самодельного топоря узкого лса. 4 часа мы ловлю. Упорно себе ковать. Вот. Топор выковован. Наступило утро. Стало светло. Прекрасно. Красиво. Ура. 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 Пьем воды. Так. У меня еще медвежатин тут. Медвежатин сейчас жарить не могу. Не, не могу. Пока буду делать нож, она сгорит. Нам это не подходит. А вот когда начну делать наконечники, тогда можно заняться медвежатином. Так. А вот у меня тут теперь палочки. Теперь можно уголь не юзать, потому что уголь пригодится еще, чтобы второй раз, допустим, разжечь. Вот. Чтобы разжечь кузнечный гор, надо, чтобы было хотя бы раз, два, три, четыре. Четыре угля. Тогда можно добиться температуры, пригодной для кования. А у меня больше. И там еще один, вот я знаю, есть в калидоре. Но когда я сюда, конечно, приду повторно, про тот, который лежит в калидоре, я, разумеется, знать уже не буду. И мне придется его заново искать. Ладно. Сейчас пока не до этого. Есть нож. Теперь можно себе делать наконечники. Сколько гореть нам? Шесть часов к кузнечному горну. Так. Ну, у меня большой, на самом деле, нужды в наконечниках нет. У меня их тут вроде очень много. Поэтому, как бы, нельзя сказать, что прям есть офигенная нужда в наконечниках. Ну, мы повыковываем, пока позволяет нам... О, воды надо попить. Попить. Пока позволяет нам все туёвины. Дрова, мы как знаем, у меня там еще есть. Вот вообще можно вот так вот два литра. И тогда я могу на два часа уйти на ковку. Позволяет мне на два часа? Позволяет. Вот так вот четыре наконечника давай делать. Слушай, а что насчет... Тащить мне с собой котелок или тут его оставить? А вот это я не знаю. А вот это я не знаю. Тащить его с собой или здесь оставить? Наверное, можно не продлевать горение кузнечного горна. У меня, по-моему, более чем достаточно этих наконечников. Я надеюсь, я не собирался делать два ножа и два топората. Вот этого я уже не помню, что-то там собирался делать. Только могу тебе сказать, что ты воды забыл попить. Хотя, в принципе, ничего, нормально. Так, мясо почти все пережарил. Хорошо, ты металлолом нашел. Да темно было, я вот его и не увидел. Темно было, я его не увидел. Так, печки бы чуть-чуть добавить, чтобы мясо дожарить. Давай добавим, чтобы на часик горело. Чтобы на часик горело. Ага, джем, джем, джем. И еще один наконечник. Наконец-то я сделал себе наконечник. Устала, да? Слушай, а что мы будем с тобой новый лук делать? Или ну его в пень-колоду? Лук, я не знаю. 11 минут. А есть там у нас еще какая-нибудь дровишка. Палочка. Вот так вот. Что он там, приготовиться до закипания? 11 минут. О, в аккурат. Идевая вода. Так, котелок идет со мной. Я иду пока спать. Я пока спать иду. Ничего не знаю, я спать. Я до кроватки доползу. И там будут баиньки. У кроватки можно мясо бросить пару кусков. Еще пару кусков бросить там у выхода. Вот. Как-то мяса у меня здесь маловато, да? Точнее не мясо, а воды. Мяса у тебя тут вообще нет. Все, это гасить. Так, мясо, мясо, мясо. Доедать вот эти маленькие куски. Понадгрызал тут, понимаешь ли. Так. Ну, в пепельном канюне я даже не знаю. Кошки, если они до сих пор не чинятся, они могут оказаться разрушены на 900-м дне. Кстати, да, могут оказаться разрушены. Но рюкзак вроде должен быть целый. Новый, улучшенный. Так. Надеюсь, что вообще можно спать на незваном гости. Сияние, что ли, включалось? Да, включалось сияние. Но нам оно не нужно. Мы свое дело сделали. Да. Жрет она, конечно, как коняга. Сколько было мяса. Ну, значит, сейчас соберемся в дорогу, да и почешем. А, ну стрелы, наверное, себе придется сделать. Наверное, да, придется сделать себе немного стрелов. Сейчас придется для начала подождать. Потому что темно. А чиниться мы можем, когда солнце показывает свои пятые лучики. Нас Валера этому научила. Вот сейчас, если пятые лучики появятся, пойдем делать стрелы. Появились пятые лучики. А проверяем. Да, появились. Можно идти делать стреловидный элемент. Пошли, делал стреловидные элементы. Пошли. Так, пошли к кузнечному горну положим тяжелый молот. И оставим здесь металлический лон. Слушай, а молот не надо перетаскивать. У меня где-нибудь еще молот и есть. Это надо по запискам сейчас поглядеть. Просто тащить его с собой. Что-то сейчас мне совсем мало радости. Так, значит, здесь у нас есть тяжелый молот. Это я запомню. Еще я напишу, что здесь у меня остался металлический лон. В количестве 12 штук. Да? Да. Вот. А то как-то я его сейчас искал. Не очень хорошо я его искал. Не, ну кузнечный молот тут у меня где-то есть. Я думаю, у меня они есть. Где они у тебя есть? Что я хотел сделать? Я хотел ножовку здесь просто. Ножовка. Вот чинить ее здесь нечем. Ножовка есть, а чинить ее нечем. И вот это вот не очень. Правильно? Так. Это верстак, а ящик, ящик, ящик. Только что же он светился. Блин. Ага. Вот. Это что, сухие кишки? Ну, не знаю, наконечники мне там. Теперь верстак. Теперь мы делаем себе древочка. Только мы берем сначала нож, который, да, 44%. Не новый, а 44%. Будем его пока убивать. Убивать его. Потому что тачильных камней у меня тут тоже уже мало на таком дне. Поэтому стоит нож просто вот этот, который имеется у Билла, а потом переходить на новый, скажем так, нож. Вот так будем действовать. Вот так и будем действовать. Да, Ватсон? Да, Шерлок? Вот, переводим все имеющиеся, значит, березы в древки. Они так в любом случае меньше весят в виде древок. Теперь подрекидываем, сколько я себе сделаю стрел. Ну, предварительно давайте поедим. Так, а лук будешь новый делать? Да нет, лук я могу где-нибудь потом попозже сделать новый. У меня он, в принципе, еще 56%. Стрел у меня сейчас при себе 6, да? 6. Ну, если... Блин, а инструмента здесь нигде нету, да? Нет здесь нигде инструмента? Да нету инструмента. Может, тогда не делать стрелы? Просто я сейчас время потеряю. Да? Ну да, время-то потеряешь. Слушай, тогда я не буду. 6 стрел мне хватит дойти там до загадочного озера. Да хватит, конечно. Давай смотреть, что у нас в записках написано. Выжившего. Выжравшего. Так, РЖД. Охотничий домишек. Много мяса на улице. Сырого вода есть. Много древесины. Можно рубить в доме. Ткани нет. Есть 2 кровавого капкана. Можно пилить металлолом. Ага. 871 день. Загадочное озеро. Администрация турбазы. 86 спичек. Огниво почти новое. 3 шприца первой помощи. Минтов немного. Очень много шиповника. Чай-рейша. 175 тимофеевки. Береза у чая. Плюс 100 тканей. Немного копий. Зеленый чай. Немного металлолома. Много ментов МХ. Из древесины. Палки. На первое время. Есть медвежий спальник. 4 сухих кожи. Один капкан. Есть хрень для ускоренного рожжика. 1 литр топлива для ламп. Много воды. Угу. Ну там у меня еще этот. Там Stone Closet. Каменный чулан. Так. Он у меня находится. Каменный чулан на загадочном озере. Давай почитаем, что там лежит. Вот он. Вот. Скорняжный Stone Box. 9 шкур волка. 6 шкур оленя. 8 шкур кролика. 28 кишков. Охотничий Stone Box. Ксберезы. Клены. 3 лука БУ. 3 ножа БУ. 3 топора. 1 ОВ1. Так. Не, погоди. Это вот охотничий Stone Box. Так. Один нежевый. На дне ножовка. Один гвоздодер. 6 наборов для шитья. 6 точильных камней. Простые инструменты. 18 древок. 38 наконечников. Тяжелый молот. Ага. Вон где тяжелый молот. Чего у нас в этом. В одинокой топе. Так. Тайник старого Пардуна. 2 краски. Краски что ли? 4 чая. 4 кишки. 3 шкуры штуки. 3 шкэште. Что такое 3 шкэште? 3 шкуры штуки. Так. Пошли проблемы. 1 шкура лося. А. Штурмовика. Понял. 6 кишков. 1 гвоздодер. 3 повязки. 1 сяк. 18. 6 тканей. 1 серный. 22 курица. Кофе. Лагерфельд. Это в лагере. В лагерфельде ни хрена не написано, что лежит. Так. То есть инструментов у меня на одинокой топе нету, да? В одинокой топе нету инструментов. Если только так стоят. А. Погоди. Надо почитать просто. Просто почитать одинокой топе. Так. Это у нас что было? Это у нас было загадочное озеро. Пещера. Пещера. Переход Милтон. Загадочное озеро. Со стороны Зверолова. Много воды. Пара шкур. Это какая пещера? А. Милтон. Загадочное озеро. Со стороны Зверолова. Понял. Здесь у меня мясо около губль. Так. День. Пещера на Тихой речке. Вообще это нам интересно. Пещера озеро Монолита. В синем вагоне перехода в ДТР. Так называемый Серый Матерь. Слушай, а что я не подписывал? Что у меня лежит в одинокой топе? Я же там был. Я же там был. Что я ничего не написал? Загадочное озеро. Сразу РЖД. Блин. Короче, ладно. Хрен с ним. Если что, инструменты есть у нас в загадочном озере. Ножовка. Значит все. Какой у нас день? День у вас восемьсот девяносто второй. Так. Пишем. Пишем. Восемьсот девяносто второй день. На русском-то хоть пишу. Так. РЖД. РЖД. Ага. ЗЖД. Нет. ЗЖД не знаю, что такое. РЖД. Ремплощадка. Так. Дофига. Дофига пока не пишем. Пока пишем двенадцать. Пока что знаем, пишем. Металлолома. Так. На ЖОВК. Примерно. Сорок. С небольшим. Не помню сколько. Процентов. Вот так вот напишем. Так. Теперь. Тяжелый молот. Тяжелый молот. Так. Есть. Уголь. На. Одну ковку. Так. Немного. Мяса. Есть. Дрова. Так. А вот теперь уже надо идти. Смотреть. Сколько здесь шкур. Это надо помечать. Так. Смотри. Я что с собой понесу все наконечники? Да четырнадцать штук понесу. А вот эти которые есть. Их можно не нести. Здесь четыре оставить. Шкуры я не понесу с собой. Дрова. Так. Что у нас тут? У нас тут огромное количество шкур. Волка. Лося. Олени. Кишки. Клены сухие. Три штуки здесь есть. Мне нужен сухой клен? Можно один забрать. Один можно забрать. Так. Здесь у нас опять. Ну кроличьих только шкур нету. Да. Есть перья. А у меня перья при себе есть. Тридцать семь штук. Так. Ну короче. Шкур до хрена. Только кроличьих. Кроличьих тут нету. Ткань. Так. Давай мы какую-нибудь ткань куда-нибудь тоже сложим. Разберемся по ткани. Давай по ткани разберемся. Ткань у нас ресурс стратегический. Шкуры они у нас. Шкуры они у нас. Так. И давай тоже мы клены все в одно место сложим. И наконечники. Шкуры у нас дело наживное. А вот ткань она как рано или поздно заканчивается. Правильно? Да правильно. Так. Тимофеевка. Ну Тимофеевка. Чаи. Рейши. Смотри. Здесь есть березовый. Кофе. Это пусть все будет здесь. Я просто помечу, что есть немного чаек там и прочего. Так. Ладно. С этим разобрались. Так. Пошли на улицу. Там у нас. Че по ткани? Мне надо по ткани вопрос решить. И написать сколько тут ткани осталось. Так. Здесь у нас че вообще? А. Ну тут ни хрена интересного. Тут уголек. Его надо к этому отнести. И дрова. Пошли к кузнечному горну бросим. Пусть там все лежит. Дрова, уголь. Все пусть у кузнечного горна. Так. Ткани получается не так уж и много здесь осталось. Да? М-м-м. Так. Вот еще вам угля немножечко. Где он тут имеется? Вот он уголь. Так. Теперь. Не то. Дрова отдельно положим. Когда-то у меня уже бонус уверенный пост появится. А он может не появится. Если кошки разрушились, то у тебя хрен будет такого бонуса уверенный пост. Вечно мне на этой ветке сплошные. Для спички 4 штуки, кстати. Обратили внимание? Что спички у меня всего лишь 4 штуки. Вот это надо делать, чтобы с этим моментом тогда повнимательнее быть. Что у тебя спички? Так. Годи. Тут у нас сколько? 4. Так. Итого получается 23. Значит, давай здесь оставим 10 штук. Вон так вот. Так. 10 штук. Теперь клен здесь будет. 2 штуки лежит. Так. А ткань это все, что осталось? 17 штук. Больше ткани нету, да? Ну, ткани, скажем, много в охотничьем домике. Тогда я ткань все с собой упру. Ткань мне нужна. Так. Что я там еще хотел? Что я еще хотел? Так. А ножовка у нас, если быть совсем точным, не 40 с чем-то процентов, а 43. Так. Значит, тут у нас 10. Так, 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 так Значит, ножовка 43% Вот я тут, смотри Как много всего написано Можно было написать точнее 40 с небольшим процентов 43% Итак, есть дрова Немного воды Немного всяких чаев А так Теперь что там еще Очень много Просто напишу много Не будем писать очень Много шкур Волков Оленей Есть лосиная Кажется медвежья По-моему, есть медвежья По-моему, есть Так Хватит, наверное Хватит, наверное Так, готово записать Так, котелок будешь с собой тащить? Котелок с собой тащить? Тут его предлагаешь оставить? Да можно и тут его оставить Что-то я забыл или не забыл А, погоди По медвежьей шкуры Вот лосины Да, медвежьи есть Шкуры, все правильно Медвежьи есть Даже улочка Зачем-то есть Пусть будет Медвежья одна Ну и хорошо Одна медвежья Одна лосиная Так, оленячий сок Ну так, все Собрались, здорово Так, все, собрались Смотрим, чтобы с собой лишним Ничего не тащить А, а что насчет спичек? Спички здесь вообще имеются? Хоть одни Или спичек здесь хрен есть? Спичек здесь, по-моему, хрен есть Так, поджигательные эффекты Труты Поджигательные эффекты Ни хрена Поджигательные эффекты Ни хрена Я вас понял Спичек тут вообще нет Будем иметь в виду Так, тогда надо написать Спичек нет Да? Да Пишем Что спичек нет Так, два сухих Клена Вот, кстати Десять Наконечников Наконечников Спичек А что толку от наконечников Если нет берез, а? А вот это я не знаю Что толку? А вот такой вот у нас толку Итак, вес Тридцать пять килограмм Я вроде собрал спиндюрить дорогу Ткань я все уношу С собой Это я все уношу Котелок я тут решил оставить Давай напишем, что здесь котелок Давай напишем, что здесь котелок Слушай, а зачем его здесь оставлять? Зачем тебе сюда идти? Если только ткани нарвать А что там? А, нет, ткани погоди Ткани же написано нету Ткани нету Да, ткани отсюда всю забрал Тогда мне сюда идти только если ковать Металлолом пилить Так это я пойду не скоро Наверное, не надо здесь котелок оставлять Наверное, да Хотя можно оставить Да, блин, я не помню, где у меня там какие котелки Нет, давай из котелок я с собой понесу Потому что, ну, записки мои Мне лень читать Лень мне читать мои записки Не хочу я их читать Надоело мне их читать Все, спим, чешем отсюда Если погода не спорит Слушай, а давай глянем, что по одежде, кстати Надо ли что-нибудь починить Так, 96, 69 Ага, сумаски хреновые Сумаски надо починить Это какой-нибудь волковый, не дай боже, порвет А то новый его делает Ну его взад Он мне так достался тяжело Хотя не тяжело, конечно Но, в общем, не надо Не надо Так, портки бы починить бы Да, портки какие-то хреновенькие Ну, хотя потерпит Ладно, потерпит Хотя, ладно, давай починим Они там чинятся будут быстро Да, 18 минут 18 минут удочкой А давай их Не, набор для шитья оставим Давай, 28 Полчаса Каждую Каждая портка полчаса Ну, а что-то там можно не спать Тогда можно чесать, да? Пожалуй, да А что смысл спать? Пошли Поспишь где-нибудь там В одинокой топе Тут еще время потратишь Время потратишь Слушай, а какие у меня здесь вообще перки взяты? А, синтезы как часы Понял Про костроразведение перка не брал Вот, я начал еще в 2017 году играть Я тогда еще играть-то толком не умел Я, может, и сейчас не умею Но тогда точно Тогда точно почти не умел Вот, и тогда я перк взял как часы Холодный синтез То есть у меня калорий меньше расходуется И плюс 2 градуса навсегда Относительно температуры ощущаемой Ну и чуть меньше расходуется Так это у меня еще калорий расходят чуть меньше А она у меня жрет как конь А на сколько процентов меньше калорий расходуется? Ну-ка, что там в значках написано? Ваш организм требует на 10% меньше калорий То есть так бы она у меня жрала на 10% больше Отчешуеть Ну и давай вот так вот брошу Вот так вот пару литров Чаи какие-нибудь есть? Так, чаи есть у небольших, да? Слушай, а где-то я тут грибы рейши видел В зачаточном состоянии Где я? Где я видел грибы рейши? Где-то видел Теперь их искать будут полгода Где? Не-не-не Наверное, они были вот в этом Ты их просто пропустил Думаю, да Да вот же они, 4 гриба Забирай Забирай Береза пусть будет Все пусть будет Так, ну что? В путь Какой у нас тепловой бонус? Тепловой бонус у нас Тепловой бонус у нас Плюс 25 градусерин Но у меня нет свитера Ну, скорее всего, не будет Я его потерял из-за модов Вместо него была Эх, вместо него была волчачья бронежилетка Но больше бронежилетки нет Поэтому я хожу без свитера Все остальные Свитера у меня давно поразрушились Или были у меня порваны За эти 800 дней А тот свитер я, по-моему, порвал Когда жил в долине Тихой реки На тряпке У меня был дефицит тряпок Да Ну Пошли Пошли в одинокую, короче, топ Короче, в одинокую, короче, топ Дойдем до фермы гражданина Спенсера Поглядим, что там имеется Может, я смогу там себе Наделать стрелы, если там есть инструмент Но я что-то сомневаюсь В записках что-то ничего не сказано Про инструмент Но в любом случае там можно сделать Стрел парочку хотя бы просто Ну да, так Для разнообразия Просто здесь уже задерживаться Смысла нет Опять же Риск возникновения клаустрофобии Так, а ты Ты не бегай, ты ходи Температура какая сейчас? Минус 32 По ощущению Минус 7 Ты не бегай Дядь Саш Чтоб все было ровно Ну, глядишь К 900 дню Дойду до Пепельного каньона И потом можно будет Здесь сделать челлендж 100 дней в Пепельном каньоне И как раз там Встретить Тысячедневку В Пепельном каньоне Было бы круто Ну, в Пепельном каньоне Че? Класс Я там огребусь Березами и кленами Там их много Да И теперь знаю Два места Где там живет лось Знаю одно место Где живет медведь Недалеко от дома Бригадира Бригадир Ты меня называла Вот Ну, может быть Еще есть место Обитания медведей Я что-то С того момента Как вот у нас был стрим По ходоку темному Ну, ходок темный Я там так и не дошел До Пепельного каньона Короче Я в Пепельном каньоне Уже давненько не был Че-то как-то Я был больше увлечен Игрой The Infected Ну, значит Надо будет Туда отправиться Отправимся Отправимся Челлендж там проведем Это поможет Его подробно изучить А сколько у меня Сигнальных ракет? Две, да? А, не Ну, три Я понял Одна же заряжена Сигнальных ракет три Но, к сожалению В Пепельном каньоне нет Ракет для пистолета Да Да, я там даже на сталкере Их не находил Не, ну, может где-то Они там есть Надо как-то Усиленно искать Вот здесь где-то Должна летать стрела Если я ничего не путаю То вот здесь где-то Летает моя стрела Да, стрела По-прежнему летает Выходят фиксы Обновления Все меняется А стрелы мои Как летали Так и летают Вот эти вот Эти хотя бы Не, их даже сломать нельзя Ну, вот это можно сломать Да Кедровые ветки летают И где-то тут я видел Мою летающую стрелу Вроде издалека Она была заметна Теперь поближе подошел А ее не видно Так, ну ты замерзаешь Блин, да мне хотелось Стрелу свою найти Она же тут где-то летала Помните, да? Что-то я ее не вижу Так Ветки летают Ветки летают И эта летает Что, стрела летать? А, да вот же она Вот она Вот она Ну, тут очевидно Волчик помирал Да Ну, стрелу не забрать Не, никак не забрать Все, она летает навсегда Ватсон, Ватсон Да, это же было Это, Шерлок Это старая история Ничего интересного Точно, Ватсон Ничего интересного История старая Ну, зачем мне вообще музыка не включать Я включил музыку? Включил Что-то игра мне музыку не дает Нету драматического момента No dramatismus Dramatismus моментов No momentos nine Температура минус пять Слушай, для почти девятисотого дня Минус пять Это, я вам так скажу Даже можно сказать Тепло На незваном-то гости Это тепло Да, нам поэтому Надо поторапливаться Пока никаких тут метелей Не началось И прочего, прочего И да, и помни Что у тебя Проблемы со спичками Просто так разводить костры Не моги Жди солнца И всего такого Да, спички надо экономить Ну, может в выпильном каньоне Немного спичек обнаружить Спички люди обнаружат По утру Может быть обнаружат А может не обнаружат Я больше интересуюсь Что там с кошками Как там поживают кошки Хорошо Вызывает интерес И еще такой процесс Как у вас там Как живут у вас там кошки Они целы Али нет Али без Так, али без Давай, знаешь, что сделаем Вот так вот Разведем костер И возьмем из него факелок И пойдем понесем Может удастся вот О, волк идет О, волк идет Волк, ну кто тебя звал, а? Ну кто тебя звал? Ах ты, гад Со стрелой моей убежал, а? Вот ты собака Куда стрелу мою унес? Вот ты скотиняка, а? Куда он делся? Ага, вон он он Ладно, пошли Блин, отогреваться теперь придется Эх Зачем ты в него вообще стрелял? Ну шел бы он и шел мимо Вот он нужен был тебе, а? Вот он тебе нужен был Не, он мне был не нужен Стрелял не знаю зачем Честное слово Гражданин начальник Я не знаю зачем я у него стрелял С какой такой целью И задачей Минус 2 Минус 1 Час 4 Рубить я это буду 58 минут Зарубил Зарубил Добавил Ну там метель началась Вот я не знаю Вот какой-то хренью я начал заниматься Честное слово Честное слово Ладно У костра какая температура? У костра температура плюс 5 Вот тебе Воды Вот тебе пшена На дорогу И мы с тобой Давай себе Сделаем Грибы Рейши Перетрем Перетрем Что мы это делаем А костер гаснет Видишь Вижу Я то вижу Что костер гаснет Так ладно Короче Хрен его знает Что это такое было И зачем Это была попытка Отобрать у волка Жизнь Но это опасная попытка Может закончиться тем Что моя жизнь Будет под угрозой Пойдем искать стрелу Стрелу искать Серьезно Искать стрелу Вот этого волка Стрелу при температуре Минус 12 Думаешь надо Ммм Так Я даже не знаю А где он Мог это Буйну голову Свою сложить А я здесь потом Назад поднимусь Зашибись будет Если я тут Еще назад не поднимусь Вот смотрите Обратите внимание Жлоб пошел за стрелой Вот Вот ему очень нужна стрела Причем Она неизвестна где Вон там волк дохлый валяется Это волк дохлый валяется Так слушай Это может быть волк С другого раза дохлый Ты тут по-моему Когда сюда шел Убивал Замороженный Я не понял Че они фиксят Эти щучела Да это он Че они фиксят Вот фиксы выходят Курсор как невозможно Было ткнуть На модельку Так и Ничего не изменилось Че Вообще Че вы вообще фиксите Друзья мои Друзья мои Разработчинские Че вы вообще фиксите Так Ну стрелу вернул Волка Минусанул Ладно Пошли Пошли замерзать Минус 6 Ну тут в принципе Не очень далеко До А че ты вообще В него стрелял Если ты жрать его Не собираешься А просто Чтоб он мне тут Не мешался А че он тут ходит Ррррр Я понимаю Если тут костер Начал разжигать А он тут Рррр Ну вот Теперь у тебя Собственно говоря Минус прочность Стрелы Минус прочность Лука Минус рейши Ну и минус время Ну собственно говоря Все И минус температура Вот и все Ваши действия К чему они привели Минус волк при этом Но волк Минус то за спиной Он бы и так Остался за спиной Если бы ты просто Дальше пошел Вот Он просто был бы Минус за спиной Живой волк Но в принципе Какая разница Что минус Живой волк За спиной Минус дохлый волк За спиной Он же все равно За спиной То есть он тебе Уже не мешает Не помогает Никак не влияет На дальнейшую Твою судьбу То есть Стрелял ты в него Зря Да Получается так Совершенно Напрасно Мог бы И не стрелять Мог бы Его отпустить А ты его Прости Прости Отпусти Надо было Вот так сделать А ты его Не простил Не отпустил Нехороший Дядя жлоб Дядя нехороший Жлоб Не отпустил Волка Красный ящик Что ж ты вьешься Над моею головой Ты добычи Не дождешься Красный ящик Че в тебе Тимофеевки наложили Спасибо Точнее Плодов Спасибо Не надо Не надо Оставьте себе Так Теперь мне надо Дойти До пещеры У фермы Гражданина Пенсионера Спенсера Так Какие-то опять Пролаги При выходе В другие Локации Происходят Раньше Этого не было Теперь опять Появилось О Мишка Микоэль Микоэль Он же Литрбир Слушай Куда вы двигаетесь Может быть Вас отстрелить Ага Сейчас Делайте Больше нечего Кроме как Отстрелять Не Ну вот Отсюда Ты в него попадешь Не Ну может Если вот так Стрельну То и попаду Он же там Спотыкает Что ли По ощущению Что он Спотыкается Залезть Куда-нибудь Где бы он Меня не достал Да нет Не стоит Не стоит Порвет Последние Портки Потому что Он что-то Иногда Залезает На всякие Деревья Не Ну и Нафиг Он же Мне сейчас Не нужен Я вроде как Не нуждаюсь В медвежьей шкуре В еде Вроде тоже Особо Не нуждаюсь Хотя Не знаю Что у меня Тут пожрачки На ферме Спенсера Слушай Я тут сидел Я отсюда Уходил Я помню Я отсюда Уходил И по-моему Жрать тут Было нечего Да По-моему Нечего Но у меня Пока еще Полный Жалудок И даже По-моему Есть Два куска Мяса Я здесь Сидеть не Собираюсь Я же иду В пепельный Каньон А ты Хотел делать Стрелы Можно не Делать Стрелы Если Жрать Нечего То никакие Стрелы Я делать Не буду Посплю И в загадку С другой Стороны Две стрелы Всегда Можно сделать Но это Я сделал Если будет Хорошая погода Ясно Это я Зажгу Зажгу От увеличительного Стекла Костерок А так Ну и нафиг У меня Четыре спички Тратить их Просто так Это Слишком Слишком Роскошь Непозволительная Температура Минус 14 Явственно Похолодавственно Конечно Мне повезти Может В том плане Что Так У меня Таймер Сработал Мой знаменитый Таймер Сработал Значит Скоро Будем Серию Закончить Ну вот Сейчас Как раз Дойду Не буду Я делать Слишком Длинные Мне Переход Предстоит Длинный Но Можно С другой Сторон Дойти До Загадки До Загадки А Можно Не доходить Не Не будем Слишком Длинные Пойду Зинфектед Пойду Зинфектед Записывать Они Вы же Любите Зинфектед Тем более Там Какую-то Тестовую Сборщику Загрузил В стиме Вот Поглядим Какой-то Бранч Тест Поглядим Что там Они нам Натастировали А еды По-моему Здесь у меня Нету Никакой Да нету Нету Ну волки Может быть Ходят Это мы сейчас Посмотрим Это мы сейчас Посмотрим Палочек Много Их можно Пособирать Может быть Ты не будешь Палочки Собирать А может Пойдешь Отдыхать А что Отдыхать Слушай В принципе В принципе В принципе Сейчас еще По-моему Можно костер Развести А Слишком Ветрено По-моему Еще можно Товесить На стекла Ну тогда Давай двигаться Сразу На ферму Давай Мне же потом С фермы Уходить Ну да В принципе С фермы В сторону Лагеря браконьеров Ну пошли На ферму Сейчас костер Разведу Смотри Палок дофига Я надеюсь Еще солнце Будет мне Светить Блин Уже риск Растяжения Начался У меня там Две дровины Кедровые На улице Будет гореть Два раза Дольше На ферме Есть дрова Или нет Я не знаю А рядом С фермы Ветки Появились Или нет Я не знаю А вот если ты придешь И там нельзя Туличительные стекла Развести Это будет Называться Епик фейл Мне просто Надо спать Там Вот в чем дело Мне надо спать Но если Наломало Около фермы Мне 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 Как это Называется Веток Кедровых То я их Нарублю Должно было По идее Наломать Хотя я был Тут недавно Может и не наломало Вот волков Точно что-то Не наломало Не ходит Никто Даже в пещеру Не зашел Не поглядел Что там у тебя Лежит Да какая Речь Что там лежит Шкур там Лежат Обычно Да кишки В пещерах У меня Одна и та же Картина Шкур Кишки Вода Если не выпил Вода Если не съел Еда Если съел И выпил То ни воды Ни еды И если шкуры Все износил То и шкур нет Так Солнца-то вообще На самом деле Нету Солнца-то нету Где она Вот хрен Он знает где По времени Вообще Уже Ну ладно Иногда бывает Такую погоду Разгорается Ну слушай Ты тут приперся Ни туда Ни сюда Температура Кстати есть О отлично Отлично Можно разжечь А зашибись Еще где-то Откуда-то солнце Еще добивает Ну и все Значит Это увеличительность Стекла Берегем спички Я же не израсходовал Спичку Я же правильно выбрал А то иногда бывает Не то Выбираю Здесь защита От ветра Палок 16 штук Спичка Нет И спичку Не потратил Так И что же У меня там В тайнике Это старого Пердуна Находится Давайте проверять Так Открыть Шкурки Лосячьи Ага 80 Тимофеевки Понятно А Но он не подписанный Он не подписанный Так Это что такое Чипсы Канистра Ой Я не написал Что у меня там Канистра была Но это наверное Уже не важно Что я не написал Так Уголек Ты меня называла Дров у меня здесь много Как мы видим Да Да Здесь вообще Все хорошо Но инструментов Здесь к сожалению Нету Тут спички Есть еще Так Тут у нас что есть Вода Тут у нас что есть Вода Инструментов Нету Ну нет так нет Что тут ничего не подпишешь А Есть инструмент Смотри Синенькие есть инструменты Так Волк пришел Пришел Кандидат Кандидат В поедание Где ты есть Ох Вас там двое Какой бесстрашный А ты Тебе страшно Че ты там Снег нюхал Стоял Ладно Этого мы Уконтрапупили Ну я наверное Сейчас серию На сегодня Закончу В хоре пока Так Инструменты Достал отсюда Из яшек Синие Только да Инструменты Only Тут смотри У меня тут и ножи И топоры есть Ну ничего страшного Слушай А что то я не помню У меня что Все это не подписано Но подпишем еще раз Если не подписано Так Спать я сильно хочу Да Да Хочу Котелка тут нету Правильно Что котелок С собой притащил Вон волк Еще один Чем то интересуется Где то есть Где то есть Беги сюда Не бежит Ему страшно А ко мне если еще раз А еще раз ко мне А ко мне Ком хер Ком хер Нет Он не хочет Он не хочет Просто они сейчас будут Весь мозг выносить Так и будут там бегать Рычать Скулить Спать пошли Бегать Саш Так Волчок Ну иди сюда Где то там есть Ох какая погода Классная Так Какая классная погода Беги сюда Беги сюда Не Не беги сюда Все Стрелу забрали Пошли отдыхать Минус два волчка Это нам будет Что поесть Очень Хорошо Можно лук пока убрать Знаешь что мы Что сейчас с тобой Сделаем Мы сейчас с тобой Сделаем небольшой Запас воды Слушай а вот он Случайно не добивает Тепло Здесь не тепло Нет Ну не добивает Я думаю Я минус три Хотя в принципе Минус три А кровать сколько Дает Плюс пять Можно попробовать Два часа поспать Ну попробуй Я надеюсь ты не замерзнешь Здесь не похолодает Сильно за это время А то как-то Подыхать неохота Не ну костер Точно не погасит Да Отогрелось Риск переохлаждения Прошел Так Ну костер До сюда добивать Скорее всего Не должен Скорее всего Не должен Далековато Потому что А теперь Ну здесь Защита от ветра Минус пять Да все понял Все понял Теперь уже Спать тут нельзя Почему нельзя На верстак Положить спальник Ммм Сюда вот Можно положить Так Ну здесь у нас тепло Да Двадцать восемь градусов Все зашибись Вот вам еще Палочек немного А я буду По чуть-чуть спать Дабы У меня Воды Хотя воды вроде запасов Много Но Что можно сделать Хотя хватит Наверное Теперь надо поспать До полного Выпаривания Че-то меня Полностью Выпариваешь Так У меня тут Тимофеев много Ну а тут будет Инвентаризацию Провести Записать Все что тут есть Потому что Смотри Тут инструменты Есть Я чуть не нашел Может где-то Выше было записано Наверное Это выше Раньше А почему Сейчас я это Не записал Да откуда Я знаю Почему ты Сейчас это Не записал Еловых дров Сколько Много Так А что У меня тут Еще есть Интересного Здесь у нас Вода А в сейфе В сейфе воды Случайно нету Тоже 10 литров воды Капец Я воду всюду Распихал В сейфе 10 литров воды Лена Ты конечно гусь Лена Ты конечно гусь Сейфе 10 литров воды У него Ты гусь Ничего Не скажешь 8 часов Вот мы сейчас С тобой Эти 8 часов И подрыхнем Ну по идее Костер должен Еще гореть Больше Потому что Он вроде как На улице А у меня Уровень разведения Вроде как Там пятый Он уже Я так понимаю Ну да Еще 4 часа Ему гореть Еще ему гореть 4 часа Давай знаешь Что сделаем Давай попробуем Выйти на улицу Глянуть Какая температура Насколько она тут Тепла-хладна Минус 17 Ну в принципе Минус 17 Это не сильно критично Но 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 нам с тобой Нужно себе Сделать Такую Под страх Под страховочку Пошли Попробуем Рубануть А Наверное Сейчас скажет Темно Тогда факел Брать не буду Тогда факел Брать не буду Темно Кажется Наверное Кажется темно Хотя Ночью же нельзя Рубить Не Нормально Рубит А Уже утро Вот Кстати Я даже Не замерз Я кстати Даже Не замерз Получил себе Немного Дров Вот Я их Сейчас Сюда И Положу Все Наверное Пока По дровам Харе Теперь Нам нужно С тобой Закончить Чем Ммм Волков Было Неплохо Поджарить Ну да Тогда давай Поспим Еще немного Так Воды Как показала Практика Ну ты больше Двух часов Не поспишь Ну вот Поэтому Сколько Посплю С волков Мясо снять И на этом Можно серию Под завершить Не знаю Шкуры С них Надо снимать Шкуры Это Ему надо Тащить В пещеру Тогда Что тут До закипания 27 минут Так Подходим К ближайшему Волчику Интересуемся У него Так Ножичек Вот это Да Такой 18 минут Отпиливаем Мяском Отпилили Терев 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 Почему-то Не появляется Ну ладно Это не важно Так Вода Почти Закипела Так Это что У меня Заплеснемелые Медвежательно Приготовленные Это у меня Волчатина Не туда Кладешь Не туда Кладешь Дядь Саш Я понимаю Слушай А что Мне здесь Так Камней Много Я хотел Еще что Ли Что-то Еще что Ли Что-то Хотел Это у нас Разрушенные Приготовленные Оленины Это волчатина Сырая 49 49 Так И спать Я не могу Да Не могу Я спать Так Простая стрела Инструменты Я думаю Волчатина За этот момент Не сгорит Пока я готовлю Себе одну Простую стрелу А лук Будем себе Новый делать Новый лук Делать Не знаю Будем ли мы Себе новый Лук делать Точно знаю Что мы Сейчас пойдем Еще волчатина Себе возьмем Вот этот Оставшиеся Оставшиеся 900 грамм Потому что Волчатина Разбрасываться Нельзя Волчатина Дело Серьезное Вообще Еда И еда Нам 16% Что-то он Так быстро Спортился До него Температуру Что-ли Добивает Наверное Температуру От костра Добивает Поэтому Разрушается Тот-то Не должен Быть Такой Ладно К тому Пока не пойдем О А вот Эти перья А вот Эти перья Появились Эмперия Появились Какой же У нас Тут День На данный Момент 893 Так Ну давай Я сейчас Послю Чтоб Сохраниться И на этом Друзья мои Наша 230 Серия Азов Выживания Подошла К Завершению Большое спасибо За внимание Пишите Комментарии Ставьте Лайки Или Не ставьте В общем Ждите Следующую 231 Погода Какая ясная Начну я Точнее Продолжу я Путь Постепенный Неторопливый Обстоятельный В направлении ПК Пепельного Каньона И Каньона Или Как мы это Называем Мебельного Гальюна Все Будьте здоровы До скорых Выстретач